Всем привет дорогие друзья, с вами Кэп и добро пожаловать на борт. Стартануло слияние на Крыса Лорда, герой очень крутой, как вы понимаете, все это из пьесы Щелкунчика, Крысиный Король и есть также Щелкунчика добавили, мы сейчас о нем тоже вкратце поговорим. А давайте сейчас быстренько пробежимся по новым героям, давайте сразу начнем с банеретов, у нас добавили двух героев Тараса, Лютого и Моричку Непобедимую, блин по скиллам Моричка вообще супер, снимает все штрафы, при этом у нее очень интересная пассивка, когда ее будут убивать, все будут воскрешаться, я уверен она заиграет даже без Тараса. Что касается Тараса, герой здоровья, сам по себе жирный и да, две легендарки Войдовых, да еще и новых будет вытащить тяжело, парочка прикольная, но кстати вот Тараса это знаете, такая новая пророчка, которая будет бить, которая будет бить больно достаточно, в зависимости от количества бонусов. Но внешний образ, ребята, мне кажется лично, я честно сам не фанат народных фольклоров, вот это, эй ла 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 ла, и я считаю, что в темном фэнтези такие, такие образы, ну как минимум немножко неуместные. Ну, то же самое в принципе можно и сказать о ронде, да, но вот ниндзя более-менее у нас получился, в этом плане он сюда заходит, да, у него тут такой магический лук и стреляет он магией, да еще и принадлежит к воинам сумрака. Ну, в общем, это уже мое личное мнение, напишите, кстати, свое мнение в комментариях. Да, далее, нам добавили еще два легендарных темных легенды, одна из них Тамария, Тамария, может быть, я не знаю, опять же, Клинсер, Клинс это круто, плюс иммунитет ко сну, Ну, в общем, героиня однозначно заиграет на арене, плюс еще и штраф скорости, плюс страх, выглядит очень и очень круто, на самом деле, и моделька вообще шикарная, однозначно героиня будет играть. Ну, и самая имба, друзья, которая здесь добавлена, это, конечно же, Джорик-дробитель, да, вот этот щелкульчик, посмотрите, вот здесь вот анимация просто топовая, сейчас быстро башка будет крутиться, вообще класс. Вот здесь мне очень нравится, посмотрите, крысы задушенные висят на спине, вот он, собственно, победитель нашего крысолорда. И, ребята, этот герой игнорит защиту с шансом 50%, с этого скилла пробивает все, что угодно, камни-кожу, неуязвимо, щиты, потом ходит еще раз. В общем-то, это барон, плюс айлил, все в одном, топ-1 дд, новый на арене, однозначно будет играть в платине, это даже к бабке не ходим. Ну, и давайте теперь о слиянии. Друзья, я уже посмотрел видосы многих блогеров, которые имеют доступ к тестовому серверу, и что я могу сказать про крысолорда. Если у вас есть возможность сделать этого героя, то сделайте. У него офигенная тема с бомбами, то есть, когда там бомбы не срабатывают, он заменяет их, точнее, когда бомбы срабатывают, либо снимаются, заменяет неснимаемым ядом. И это очень круто играет на любом подземелье. В соло герой проходит дракона до 2 минут, в соло проходит 25-го ледяного голема, дракона тоже, конечно же, 25-го, ледяного голема проходит он до 3 минут, и на кланбоссе я также с ним видел уже хорошие пачки. Уверен, на арене его тоже можно будет применять. Поэтому, ребята, крафтите, если у вас есть возможность. Давайте теперь вкратце о эпиках. Первый это вот Аэшма. И, кстати, вот это самый тот эпик, который в первую очередь я рекомендую крафтить. Почему? Потому что у героя есть интересная тема с продлеванием штрафов, с перезарядкой триходов, есть слабость и есть яды. Особенности тем, у кого проблемы с кланбоссом, друзья. Именно ее прежде всего крафтите. Далее, есть светлая эльфика, мне тоже она понравилась по скиллам. То есть она очень с большим шансом контратакует. А контратаковать она будет по героям, которые будут нападать со штрафом атаки. И при этом будет хорошенько агрить. Потом опять же подумал, ну, может помочь новичку с контролем и так далее. А потом останется на те же самые воины фракции. Но потом подумал, друзья, у нас есть арбитр. И поставь к арбитру 4 героя. И вы закроете воины фракции вообще без проблем высших эльфов. Поэтому лучше не стоит в нее именно вкладываться. Марак Бранзаокая. Вот такая вот интересная вообще гномиха, гномесса. И как их назвать, не знаю. Крутые у нее тут хвостики. В общем, герой мне тоже понравился. Опять же, прикольный танк с усилением, с перезарядкой 3 хода. Также она будет контратаковать. Будет получать доп-хот. И поэтому, ребята, однозначно героиня будет тащить воины фракции дворфов. Присмотритесь к ней, если у вас эта фракция не закрыта. И вот здесь вот Трамбур. Трумбор. Как его назвать? Паразит, слабость. Ну, как по мне, опять же, здесь щит союзников и бонус защиты. Тоже герои на крайняк можно скрафтить на воины фракций. Но, прежде всего, Аэшма на кланбосса. Друзья, новички, если вы не крафтите самого крысака. Назовем его так. Друзья, расписание, слияние я обязательно опубликую в нашей группе во Вконтакте. Ссылочку я оставлю в описании. Здесь, кстати, вы можете получить бесплатную квалифицированную помощь. Задавайте абсолютно любые вопросы. Вот сюда пишите. Скрины присылайте. И мы вам поможем. Удачи всем в слиянии. И с наступающим Новым Годом. Всем пока-пока.